приятного времени препровождения сами как всегда козел альпийский это у нас неделя такая обзор позоров на данный момент хотел бы я показать одну веселую покупку даже две первое это вот такие вот стеки на набор для моделирования металлический чего металлический с силиконовым держателем стек удобно использовать для леп для леп ведь я не вас не обманывают для леп что такое леп не знаю запакованная не так что придется распаковывать ножичком по ходу дела запакованы они файл заказывал я как и очень часто многие вещи последнее время приходится заказывать на озоне а там чем только люди не занимаются на этом озоне чё только не продают очень мне хочется рассмотреть эти таки для лет может быть для реп и от их для лепки заказывал так вот такой стек который может человека убить они очень-очень тяжелые их можно использовать как оружие честно говоря думал ему фотографии они там были мелкие я все заказывал ну для лепки солдатиков думал мало ли чё я в жизни никогда не лепил стеками вот мне 35 лет будет через месяц и я никогда стеками не лепил все время лепил или зубочисткой или пальцами а леплю я ну чуть ли не с одного года рождения да но вот стеки первый раз в жизни держу так ну так совпало художественной школе тоже я не лепил стеками и вот этот стек он реально убийца просто вот оружие какого-то маньяка он здоровенный тяжеленный я не знаю как будто из чугуна сделал просто жесть ему самое место здесь в обзор позори вот это вот стек и какая-то найти раньше когда обувь одевали вот была такая приспособа на лапа называлась чтобы удобнее обувь одевать ложечка вот такая маленькая была такая длинная как посох ивана грозного она зала слабо куда-то наверно лапа для каких-то фей тоже он тяжеленный здесь этот маленький шарик я так понимаю что он сглаживать какие-то поверхности там прилепки наконец вот этот формирователь шейпер этот стек он на самом деле очень толстый тупой вот конец у него тупой ним конечно кожу он пробьет если вот так вот задануть здесь еще одна лапа сзади какая-то видео с лепестком даже не знаю что это это наверно какая-то с улицы до знаете у этих у древних славян было копье одноразовое метательный зал с улица вот это с улицы на которая попала в илью муромцы погнулась от его груди богатырская что-то типа того вот этот шейпер он ну он такой и можно не знаю 28 миллиметров можно лепить не знаю просто лепить наверно можно ему 28 миллиметров не знаю ну тяжеленные они прям такие тяжеленные вот я держу три стека блин я как будто дед держу гусиное яйцо или индюшиное даже или или булыжник держу в руках такой знаете гранитный просто не тяжеленные и 2 заказ это достаточно удивительная вещь и они будут рассказывать без смеха это для меня удивительно вот у меня как и постоянные зрители канала знают страшенная аллергия на все эпоксидное где и что-то эпоксидное но вот на вот это вот на вот этот эпоксидный пластилин по какой-то странном стечении обстоятельств у меня аллергии нет у меня даже на зеленку даже на green став есть покраснение кожи вот на этот пластилин нет я не знаю почему что у него тут составе я уже видел раньше такое и когда я узнал что у меня нет аллергии на него компонент а оливкового цвета компонент б одних цветов белый серый телесный темно-серый черный красный синий рабочая температура 20 25 для лучшей пластичности нагрейте компонент b до 50 градусов при работе смачивайте руки водой используйте перчатки мойте руки с мылом после использования так вот я могу не мыть руки после него и взять посмотрим написано джаз ли яс с не знаю как читать двухкомпонентный на эпоксидной основе ведь он называется модельный эпоксидный пластилин моделирование ремонт реставрации странные изделия из различных материалов внимание не давать детям не употреблять внутрь вес 100 грамм а 50 грамм плюс 250 грамм цвет тут попался мне красный это классно достаточно вещь как я уже говорил у меня по какому-то странному стечению обстоятельств на него нет аллергии никакой то есть я могу трогать и даже руки не мыть и меня не будет никакой реакции вот давайте рассмотрим здесь такие две до достаточно большие колбаски то есть вот этот компонент что это за компонент у нас а а вот этот оливкового цвета странно это какой угодно только не оливковый это рыжий таракотовый даже не на сиена можно назвать это да действительно красный и у меня реально нет это что это такое это по типу примерно как зеленка только другого цвета ничем не хуже но он значительно дешевле такая коробочка 100 грамм она обошлась в 500 с чем-то рублей давай допустим давайте в 600 я просто точно цены не помню уже давно заказывал долго очень шел ко мне заказ давайте 600 рублей и здесь 100 грамм в два раза дешевле чем зеленка зеленка 100 грамм стоит почти 2000 там где я смотрел ну и тут налепить можно прилично но я естественно для лепки это использовать не буду как вы знаете постоянные зрители канала если я солдатиков леплю я леплю их из из пластилина и потом копирую а именно и вот это непосредственно этот эпоксидный пластилин я буду использовать для скажем так улучшение каких-то фигурок то есть вот допустим я отолью рыцарей и всякие перевязи шлемы и перья уже буду налепливать вручную им чтобы вот это все застыло еще расскажу это классная вещь для меня так она вообще уникальна у меня нет на него аллергии так что если не дай ваше у вас аллергия на все вот на все эпоксидное а у меня я напомню страшная аллергия не только на простую смолу не аллергия даже на фото полимерной смолу поэтому я отказался от 3d принтера потому что я еще расскажу никакие солдатики не стоит того чтобы здоровье свою гробить но тем не менее по какой-то причине на именно вот на этот эпоксидный пластилин у меня аллергии нет я неоднократно проверял и это просто чудо какое-то и наконец наверно мне удастся что что-то что-то полепить что-то поделать такое веселое крутое частности как я уже говорил по отливать рыцарей и налепить им что-то кастом на и перевязи какие-то возможно слепить какие-то кастомные плащи там туники еще что не что-нибудь может собственно весом запихаем так вот отлично так что это начале был обзор позора в конце обзор супер обзор да вот он цвет красный ну на этом пожалуй все с вами был козел альпийский до новых встреч всем пока